друзья всем привет сегодня у нас разноцветная прогулка кисловодском курортном парке мы увидим красные серые и синие скалы начнем с красных камней добраться до красных камней легко и просто от нарзальной галереи шагаем по прямой по центральной аллейке и она выведет вас красным камнем на первом красном камне вы увидите орла символ кавказа сейчас мы зайдем с другой стороны и посмотрим вместе с орлом на прилегающие окрестности парка но прежде мы увидим еще несколько красных камней на одном из которых барельеф ленина вообще здесь целый комплекс этих красных камней немножечко в стороне можно найти и красные грибы мы на них ходили и не раз бывали там и зимой и летом вот посмотрите еще красные камни с барельефом владимира ильича ленина а по этой тропе пройдем немножечко вперед повернем назад и выйдем к орлу но уже с другой стороны вот мы уже и наверху на этот камень можно забраться здесь по тропиночки покрутой вверх а вот и сам орел вид сзади здесь хорошая площадка где скамеечки можно забраться и хорошо здесь отдохнуть давайте подойдем к орлу поближе и посмотрим на окружающие нас пространство его глазами по большому счету с его точки здесь мало что видно только верхушки сосен и немножечко дороги пролегающий прямо под красными камнями от красных камней направляемся камням серым они недалеко здесь нужно пройти санаторий красные камни и сразу за поворотом нам покажутся уже и серые камни здесь если повернуть налево мы выйдем каскадные лестницы это один из выходов или наоборот входов в курортный парк сейчас ровно 8 00 и как видите людей в парке уже достаточно несмотря в общем-то на ранний час это аллея заложена 2015 году и прямо напротив нее с главной дорожки парка нужно повернуть налево и мы выйдем к серым камням пожалуйста вот перед вами серые камни на них можно зайти по этой дороге пройдя немного вперед повернув налево и там устроен хороший проход серым камням ну давайте мы поднимемся по тропиночке эта гора хотя и находится в парке можно сказать в центре высота ее 950 метров она выше чем сосновая горка где смотровая площадка мы там тоже не разбивали высота сосновой горки чуть ниже девятьсот тридцать один метр серые камни примечательны тем что предполагается на площадке серых камней произошла дуэль между печориным и грушницким описанным в романе лермонтова герой нашего времени вот посмотрите какой открывается вид этом еще не на вершине серых камней подошли благоустроенному подъему здесь положена асфальтовая дорожка лесенка и мы на серых камнях вот она эта площадка где возможно состоялась дуэль печорина и грушницкого и посмотрите какой отсюда открывается вид на кисловодск хорошую погоду отсюда виден эльбрус сегодня горизонт в дымке и мы не видим самой высокой горы европы ниже за соснами красные камни здесь открывается вид на город и вот сама площадка на серых камнях почему красные камни называются красными а синие синими я думаю вы догадались и без меня по цвету этих камней красные камни красные а серые как увидели сейчас серые и теперь наш путь лежит самой дальней и верхней точке нашей прогулки к синим скалам вот так здесь держат в чистоте и порядке парк когда спускаешься серых камней по правую сторону открывается вид на первомайскую площадку это огромная поляна на которой любят отдыхать кисловодчане и гости курорта дорога наша будет лежать в сторону горы красное солнышко но немного не доходя до нее мы свернем на туристическую тропу пройдем немножко вперед и нам откроется вид на синий скалы синие скалы находится на высоте 1167 метров сейчас еще самое утро примерно пол девятого и в это время температура воздуха поднялась достаточно высоко для кисловодска 24 градуса ощущается правда как 23 а вообще днем яндекс прогнозирует сегодня 31 градус тепла и поэтому сейчас самое оптимальное время для прогулок днем уже будет гуляться не так комфортно прошли нижнюю станцию канатной дороге сейчас подойдем кафе сразу за которым вход в санаторий аджоникидзе от которого собственно и начинается серпантин подъем на красное солнышко но прежде справа мы увидим панораму долины роз впереди начала серпантина на красное солнышко не стану утомлять вас подъемом по серпантину который вы не раз уже видели наших прогулках выключаю камеру и включимся уже на развилке где тропа расходятся на красное солнышко и в на туристическую тропу в парке есть несколько спортплощадок одна из них находится рядышком серпантином на красное солнышко и на площадках всегда кто-то занимается что конечно же здорово включаемся налево поворот на красное солнышко а прямо туристическая тропа по которой мы выйдем на синие скалы туристическая тропа примерно 1000 метров над уровнем моря то есть на 200 метров выше от нашей начальной точки нарзанной галереи которая находится на высоте ровно 800 метров по большому счету синие скалы начинается уже здесь видны гребни этой скалы почему их назвали синими камнями в ясную солнечную погоду они становятся синими вот они видите вверху скалы действительно кажется синеватыми хотя солнце еще и хорошо не освещает незаметно не дошли до первого грота в прошлый раз когда мы здесь проходили после дождей со скал лились струи воды а сейчас здесь сухо прошли первый грот и сразу за поворотом начинается 2 более мощный эти гроты можно назвать основанием синих скал даже без солнца стены этих гротов отдают синевой и здесь хорошая . с которой видны синие скалы вот они перед нами во всей красе но отсюда я бы не сказал что они синие может от того что еще солнце на них не падает хорошо они сейчас все в тени ну это есть те самые синие скалы программа сегодняшней прогулки мы выполнили на сто процентов побывали и полюбовались на красные и серые камни снизу издалека посмотрели на синие скалы и на этом я с вами прощаюсь здесь в районе первого грота до следующих прогулок всем добра здоровья пока пока пока